Лекарства от старости ищут с незапамятных времен. Конечно, вечная жизнь это из разряда фантастики, но один век, сто лет и даже чуть больше вполне достижимый рубеж. Какие внутренние ресурсы есть у долгожителей? Можно ли оставаться активным и даже работоспособным, скажем, в свои 90? Есть в России ученый, который знает ответы на эти вопросы. Его разработки уникальны, его рекомендации выполнимы, его авторитет признан во всем мире. Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, вице-президент геронтологического общества, председатель секции биологии Европейского отделения Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, главный специалист по геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, член-корреспондент Российской Академии Наук. Заслуженный деятель науки, заслуженный изобретатель, лауреат премии Совета Министров СССР, профессор, доктор медицинских наук. Так любить свою профессию могут только потомственные медики, скажет кто-то, но в судьбе Владимира Ховенсона многое было вопреки. Маленький Володя родился 27 ноября 1946 в семье военного. Не самым обычным было и место его появления на свет. Я родился в Германии, в городе Котбус. Это было после войны, и мой отец, будучи военнослужащим, офицером, там проходил службу воинской части. Кстати, он служил в бригаде, танковой бригаде, 91-й танковой бригаде, которой командовал будущим маршалом Советского Союза Якубовский. Якубовский потом стал командующим войсками Варшавского договора. И вот этот Якубовский был командир бригады, а мой отец был начальник штаба. Мы потом после Германии переехали в Белоруссию, ну там отец служил в различных гарнизонах, а потом уже оказались в Минске. Порядок и дисциплина в семье Ховенсонов всегда были образцовыми, и Владимиру на роду было написано стать кадровым военным. В 1959 году он поступает в Минское Суворовское училище. И вот это Суворовское училище, оно было организовано в 1953 году, это было лучшее Суворовское училище СССР. Почему? Там был самый лучший состав преподавателей. Все преподаватели это были военные, майоры, подполковники, это были военные, и все были заслуженные учителя Белоруссии, Белорусской СССР. И вот этот момент очень важный. Более того, подготовка в Суворовском училище была очень высокого уровня. Что касается особенно иностранного языка. Два раза в день у нас был английский язык. Ну, два предмета английский язык, а второй предмет был военный перевод. То есть мы изучали карты, схемы, штабную документацию армии США и Англии. Я считаю, что Суворовское училище заложило именно порядок, военная дисциплина, правильное питание, режим. Это то, что необходимо всем молодым людям. Это образец сохранения здоровья. Я закончил золотой медалью, я учился отлично. Также я занимался спортом, я был чемпионом Белоруссии по бегу и по боксу. В полулегком весе. И более того, закончив золотой медалью, меня приняли кандидатом в члены КПСС в виде исключения. Ну, а потом встал вопрос, куда дальше. Владимира интересовала ракетная техника, а родители хотели, чтобы сын стал военным медиком. С его золотой медалью и достижениями в спорте можно было идти куда угодно, но он все же выбрал военно-медицинскую академию. Я помню, приехал экзамен сдавать, а в то время сдавали все экзамены. И со мной два полковника мне ассистировало из академии, чтобы мне поставили хорошую оценку. Но я знал все там прекрасно, я получил 4 пятерки с плюсом. По химии получил, по английскому языку. И поэтому я поступил очень легко, абсолютно в академию. Вот так получилось, почему-то в академиях. Это было лучшее заведение, даже не просто военно-медицинское, это лучшее заведение было исторически, где работали все самые великие медики России, ну и Советского Союза потом, и Пирогов, и фармакологи известные, и Павлов, Нобелевский лауреат. Это все работали военно-медицинской академии. Курсантские годы для Владимира Ховенсона и его друга, а затем и соратника по научной работе Вячеслава Морозова не были беззаботными. Многочасовые занятия в лабораториях, постоянные эксперименты, тысячи прочитанных книг. Личного времени практически не оставалось, но такой путь они выбрали сами. Уже где-то на четвертом курсе мы опубликовали первую научную работу, а на шестом курсе, как раз когда мы уже начали заниматься вот этими препаратами, пептидами, выделенными из телят, из органов телят, то мы получили первую премию. Мы получили первую премию на конкурсе научных работ слушателей академии. Мы изучили литературу разную, это будучи слушателями, курсантами четвертого, пятого курса военно-медицинской академии. Мы все это поизучали, это в то время было такие интересные, это новые были исследования, совершенно ранее неизвестные. И мы решили выделить эти пептиды для усиления функции иммунной системы и функции эпифиза. И мы начали эту работу на кафедре биохимии, на кафедре фармакологии военно-медицинской академии под руководством известных профессоров Борис Федоровича Коровкина, Василия Михайловича Виноградова. Это очень известные классики, профессора. Они нам помогали. Ну, они видели, если курсант что-то хочет сделать, всегда помогали. Владимир Ховенсон окончил академию в 1971 году. Работал врачом в частях Забайкальского и Ленинградского военных округов. Затем вернулся в академию. В 1988-м Ховенсона назначили начальником научно-исследовательской лаборатории биорегуляторов, организованной по специальному решению Государственного комитета по науке и технике СССР. В 1989-м Владимир Хацкелевич создал государственный медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед». А в 1992 году организовал и возглавил Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии. Все эти годы Ховенсон проводил работу по созданию препаратов на основе пептидов, которые восстанавливают концентрацию белков в организме и замедляют его старение. Мы создали 6 лекарственных препаратов еще в Советском Союзе. Это препарат, повышающий функцию иммунной системы, препарат, восстанавливающий функцию сетчатки глаза. Это делался препарат для противодействия лазерному оружию. Кстати, американцы до сих пор этот препарат так и не сделали. Далее препарат простаты. Это восстановление функции простаты при различных заболеваниях. Далее препарат мозга, кортексин. Сейчас входит стандарт лечения инсульта. Это блестящий препарат. Мы его делали, к сожалению, для лечения военнослужащих в Афганистане. Там было очень много контузий и травмы мозга, и не знали, что делать. В общем-то, этот препарат восстанавливает функцию мозга. На сегодняшний день кортексин является лучшим препаратом в мире по активности, по эффективности. Сейчас входит стандарт лечения. Также у нас был сделан препарат из эпивизомозга, эпиталамин. Еще будучи курсантом вместе со своим напарником Морозовым, они уже тогда глубоко внедрились в науку. К моменту окончания военно-медицинской академии он уже, пожалуй, готов был защищать кандидатскую диссертацию. У него очень серьезные наработки были. Ну, на грани гениальности, будем так говорить. Ну, судьба сложилась у него научная, в общем-то, достаточно благополучная. Его институт, который он возглавляет, занимается очень нужной, полезной деятельностью, и, я бы даже сказал, весьма продуктивной. Пептиды – это очень короткие белки размером всего в один нанометр. Они содержат от двух до десяти аминокислот, а в организме заставляют стареющую клетку работать так, как она работает в молодом и здоровом теле. В результате восстанавливается биологическая и функциональная активность органов и тканей, нормализуется синтез белка. В настоящее время Владимир Ховенсон является автором тридцати девяти пептидных биорегуляторов и шести лекарственных препаратов, которые выпускаются фармацевтической промышленностью и успешно применяются в медицинской практике. Конечно, вот это направление, оно принципиально важное. Ведь, возьмите, я, насколько помню, сейчас в России 26 миллионов лиц жилого старческого возраста, а буквально через 10-15 лет их будет уже 40 миллионов. Это большая проблема на уровне всего мира, и в России это тоже серьезная проблема построения населения. Во всяком случае, медицина эта коснется в очень большом масштабе. Поэтому разработка вот этих технологий, конечно, принципиально важна. Мы сегодня говорим о геронтологии, о борьбе со старостью. Сегодня это актуальные проблемы, потому что у нас очень много ученых с крупными, как говорят, именами, достижениями, но они уже в возрасте. И, конечно, надо продлить их жизнь, потому что потенциал их высок. И когда мы говорим о ховенцоне, это человек, который, собственно, посвятил свою жизнь именно этому направлению. Это очень важно, это очень интересно. И надо таких людей поддерживать. Да, в этом направлении ведется определенная научная работа, и многие направления связаны с особенностями течения тех или иных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. Это касается и кардиологии, и эндокринологии, и хирургии, то есть всех специальностей, которые так или иначе связаны с возрастным различием подхода к тому иному лечению. А учитывая, что продолжительность жизни растет во всем мире, как и в России, то эти проблемы являются очень-очень актуальными. На самом деле, конечно, панацеи от старения нет. И в основе профилактики старения прежде всего лежит образ жизни, образ жизни. Но то появление пептидов и научных исследований в этой области, безусловно, является прорывным, прорывной технологией. И сейчас появляется все больше и больше публикаций на эту тему. Ведь мы, в общем, ученые привыкли доверять цифрам, исследованиям, фактам. И вот, так сказать, тот каскад исследований, который уже проводится и проведен, который касается пептидов, конечно, это вселяет оптимизм. Речь идет о продлении жизни. Это, пожалуй, самая важная проблема на Земле. Тем более, когда мы живем в век, когда очень много всевозможных воздействий негативных на человека. Работа Ховенсона очень интересная. Он перспективный человек и ученый. И этим все сказано. Дай Бог ему удачи. Все наши пептиды, надо их называть пептиды Ховенсона, в чем отличие от всех других пептидов и прочее? Пептиды Ховенсона – это вещества, которые регулируют конкретные гены. Вот что такое старение? Старение – это снижение активности генов и снижение синтеза белка. Потому что гены контролируют синтез белка. Снижается синтез белка, снижается функция органов. Возникает заболевание то или иное или старение. Поэтому, когда мы активируем гены, активируется синтез белка, повышается функция ткани, органов, и организм более эффективен и дольше живет. Вот такова формула, в общем-то, жизни. То есть пептиды, гены, старение. Ну, как бы мы так вот описываем. В свое время Ховенсона упрекали в том, что опыты на мышах, успешно доказавшие, что группы животных, принимавших пептиды, живут в среднем на 40% дольше, – это лишь опыты на мышах. А что будет с человеком, еще неизвестно. Так вот, исследования на человеке тоже были проведены. А точнее, на целой группе людей. И причем в течение продолжительного времени. Когда мы провели исследование на людях, 15-летнее исследование, клиническое исследование, 15 лет, делали мы это в двух местах. Вот одно из них место – это Институт геронтологии Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Совместно с академиком Каркушко Олегом Васильевичем, кстати, ему 83 года уже исполнилось. А работу начали под руководством академика Чеботарева Дмитрия Федоровича, который был декором института еще в советское время. Вот мы начали эту работу в Киеве. Там блестящая клиника, отобрали людей. Примерно средний возраст был 65 лет. И вот им вводили два раза в год пептиды. Тимусы, эпифизы и другие еще. Все это заносили в историю болезни. Два раза в год их клали в клинику на целый месяц. Обследовали. И два раза в год делали такие курсы лечения. Прошло 15 лет. И вот мы получили через 15 лет те люди, которые получали препараты, снижение смертности на 50%. По сравнению с контрольной группой. В 90-х годах мы познакомились с Хавинсоном. В 91-м году, когда он приехал к нам в институт и доложил свои взгляды, а мы работаем в этом направлении, мы решили провести это исследование. Мы даже не ожидали этого эффекта, что пептиды положительно влияют и увеличивают выживаемость людей с ускоренным старением. В частности, ишемитская болезнь сердца. Несмотря на применение стандартной терапии. Потому что вторая группа, которая не получала пептиды, вот это в них различие 38-40% выживаемости за 15 лет. Сегодня пептидные регуляторы успешно применяются в геронтологии. Но не стоит забывать, что изначально они разрабатывались в военно-медицинской академии как препараты для увеличения ресурсов организма и повышения боеспособности военнослужащих, действующих в экстремальных условиях. А значит, подходили и для профессиональных спортсменов. Неудивительно, что именно к Хавинсону обратились в свое время тренеры олимпийских чемпионов. В свое время главный тренер, президент Федерации ходочной гимнастики Ирина Александровна Винер-Усманова обратилась к нам с просьбой помочь ее спортсменкам, которые молодые девушки. Но однако у них были различные проблемы со здоровьем. Когда мы их обследовали, мы очень удивились, что у них износ организма был очень высок. И вот, ну, сделав им диагностику, генетику, там, динутеломер, потом, применив комплекс пептидов, комплекс, это пептиды мозга, иммунной системы, хрящей, сосудов и так далее. И мы добились восстановления полностью всех их функций, нормализации. И это было сделано перед Олимпиадой в Лондоне, олимпийскими играми. И нам удалось поднять настолько их активность, их резистентность, что никто из них не заболел и прекрасно все выступили, получили все золотые медали. Вот, пожалуйста, пример. Поэтому препараты, пептиды, они, как бы, необходимы любым людям, если они находятся, ну, в тресторной обстановке. Владимир Ховенсон – это человек, который всегда был готов изменить мир к лучшему. С помощью пептидов, науки, продвижения отечественных медицинских разработок. Он всегда был настолько уверен в своих препаратах, что первыми его пациентами стали его же собственные родители. Вот моя мама, Анна Яковлевна, которая 5 декабря, 5 декабря 2015 года исполнилась 95 лет. 95 лет. И что интересно, что вот у нее диабет уже почти 30 лет. Понимаете? Было поражение сетчатки. Вот она была первым пациентом нашего, которому ввели наш препарат из сетчатки. Еще даже мышки, крыски даже не получали еще препарат. А вот она была первая. А почему? Потому что когда врач, который ее смотрел, сказал, знаете, говорит, мне вот, ну я в академии работал, говорит, вы знаете, у мамы ваша диабетическая ретинопатия, и она может ослепнуть. И от общего ужаса, конечно, сами понимаете. Говорю, мама, знаешь, мы сделали препарат, он еще у нас так, ну, я думаю, что он очень будет знаменитый препарат. Давай-ка мы его тебе проведем. И вот она была первым пациентом. Это уникальные моменты, исторический факт, первый пациент. Вот. И до сих пор, вот ей сейчас уже 95 лет, и она все видит, слава тебе Господи. И мы ей каждый год, два раза в год, проводим курс лечения сетчатки. Ну, конечно, и с остальными тоже, и препарат сосуда, препарат мозга. Это мой отец. Вот он, к сожалению, умер, ему было 92 года. И то он умер там из-за травмы. Там упал с лестницы, к сожалению, такое. Но, что интересно, он получал препараты, тоже почти 30 лет наши препараты получал. У него, когда, ну, так скажем, там на вскрытии не было заболеваний. Ни инфаркта, ни инсульта, ни тросклероза, ничего. Владимир Ховенсон в медицинских и научных кругах имеет репутацию человека активного и душой болеющего за свое дело. Его работоспособность удивляет многих. А еще коллеги отмечают такую черту Ховенсона, как умение добиваться поставленной цели. Причем не ради интереса коммерческого, а для того, чтобы показать, что этот препарат, это лекарство действительно уникальны. Я еще помню его, когда мы были молодыми людьми, он уже был хорошо известен в военно-медицинской академии, биохимию он возглавлял, связанную с созданием вот этих новых пептидных лекарств. По-моему, не очень легко и просто все это у него продвигалось, получалось, но проходят годы, десятилетия, все это сохраняется, развивается, поэтому я могу сказать, что, наверное, очень важно, что вот он сохраняет верность тому направлению, которое избрал и целеустремленно все это развивает. Мы с ним встретились на одном из симпозиумов далеко, отсюда, в Сектевкаре, какой-то человек вылезает и говорит на трибуны, и рассказывает, что вот эти пептиды могут обладать физическим действием и их действие связано с определяется специфическим связанием с ДНК. После его доклада я подошел к нему, он был несколько назад всего, и говорю, Володя, вот у меня есть ДНК, есть ферменты, если они связываются, твои пептиды, то, может быть, они могут регулировать активность и действие каких-то определенных ферментов. Давай свои пептиды. Он мне дал пептиды. Я человек, совершенно независимый, работаю в МГУ. Я попробовал, оказалось, что действительно его пептиды, короткие, контролируют действие многих ферментов, важнейших ферментов. То есть, на самом деле, они контролируют действие антонуклеаз, такие есть ферменты. И мы совместно опубликовали работу, она вышла, и идет этот плодотворный контакт, потому что, ну, многие относятся скептически к этому, как и я относился, но после того, как я сам это проделал, и мои сотрудники проделали, очень тщательно мы увидели, что под действием его пептидов на культуру клеток существенно изменяется экспрессия тканево-специфичных ответственных генов, которые контролируют клеточные дифференцировки. Ну, трудно было в это дело поверить, но факт есть факт. Прекрасный ученый в своей области, замечательный организатор, вот, я вам скажу, что очень хороший человек, добрый, милый человек, так сказать, именно так вот, крупный, так сказать, врач, крупный специалист вот должен подходить, так сказать, к своей, на конкретной профессии. Конденсона знаю с детства практически, со студенческих его лет, или, там, начало его карьеры, и он всегда занимался геронтологией, и веществами, которые могут влиять на этот процесс. Человек очень страстный, человек, которому всегда интересно то, что он делает, а мы проверяли в какой-то мере эффекты действия веществ, которые он предлагает, это низкомолекулярные пептиды, и мы изучали их действия на нервную систему и на иммунную, и они оказались вполне эффективными, хотя говорят, что вот механизмы неизвестны, часто непонятны, много в мире чего непонятного, но что есть, то есть, работает, и это мы видели своими глазами. Ховенцона я знаю с 1966 года, когда я поступил в военно-медицинскую академию, Ховенцон учился на первом курсе военно-медицинской академии, вернее, закончил первый курс, уже с юношеских лет, а это был второй курс, он уже занимался вопросами физиологии, иммунологии, и добился вот таких величайших успехов, что теперь мы можем гордиться, и Санкт-Петербург, Россия может гордиться теми достижениями, которые сделал Владимир Хаскович. Ховенцон заряженный на исследования, заряженный на результат, который пробивает пути, дорожки, стежки своим характером, своим умением, своими знаниями и своим, ну скажем, своими достижениями. Возглавляемый Владимиром Ховенцоном Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии уже 23 года занимается разработкой методов профилактики и коррекции возрастной патологии. Внедрение пептидов в медицинскую практику способствовало становлению биорегулирующей терапии, то есть комплексного применения пептидных препаратов как для лечения, так и для предупреждения развития заболеваний. Мы говорим о том, что применение как с профилактической, так и с лечебной точки зрения вот этого уникальных пептидных препаратов позволяет, ну во-первых, снизить риск возникновения заболевания, если у пациента это заболевание еще не развилось, а второе, это уменьшить осложнения, потому что все проблемы у человека возникают даже не от самого заболевания, а от осложнений, которые... Человек умирает от осложнений, и именно комплексное применение препаратов, это, например, препарат поджелудочной железы, который восстанавливает функцию поджелудочной железы, это пептид сосудов, который укрепляет сосудистую стенку и снижает риск осложнений при сахарном диабете, ведь в основном больные с сахарным диабетом как раз умирают от сосудистой патологии. Препараты, которые нормализуют пептиды, которые нормализуют работу иммунной системы, нейроэндокринной системы, мы говорим о комплексном подходе. Сюда я пришла с маковой дистрофией сетчатки, то есть умирает центр сетчатки, отмирают клетки, образуется скотома. Здесь процесс ухудшения приостановили, вернее остановили совсем, и у меня зрение прекратило падать. Я прохожу курс уколов, в виски, внутримышечно вводят препараты, которые стимулируют выработку своих собственных стволовых клеток. И за этот счет процесс регенерации становится, видимо, равным по силе процессу отмирания клеток. И за счет этого процесс приостанавливается. И препараты эти в течение полугода в организме действуют. Здесь люди, работники нацелены на результат и на то, чтобы у пациента стало лучше или хотя бы не хуже заболевание. Наша специфика – это дистрофические заболевания сетчаток. Это та отрасль, где невозможно добиться улучшения ни хирургическим путем, ни какой-то другой терапией. То есть наши пептиды, они останавливают эти дистрофические процессы и поворачивают их вспять. То есть это то, чего практически не удалось достигнуть никому. Мы здесь видим такие результаты, которые, в принципе, невозможно получить нигде в другом месте. Поэтому специфика нашего лечения такова, что эти препараты надо вводить в организм постоянно. Поэтому наши пациенты приходят к нам годами. Мы подбираем эти курсы лечения и благодаря этому мы можем остановить какие-то процессы, которые привели бы к неизбежной слепоте. То есть те пациенты, которые лечатся у нас, сохраняют свое зрение и улучшают его. Офтальмология – одно из базовых направлений работы Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Но оно далеко не единственное. Пептиды Ховенсона помогают справляться с самыми разными заболеваниями. Ведь на пептиды в организме человека не образуются антитела, а значит, созданные на их основе препараты в принципе не могут дать побочных эффектов. Вообще, этой темой пытались заниматься многие, но настоящего успеха удалось достичь только Петербургскому институту биорегуляции и геронтологии. Мы находимся во лаборатории биоинформатики и молекулярного моделирования. Это сейчас является пик острионауки. Почему? Потому что вся биология, суть – это взаимодействие молекул. И прежде всего это пептидов и ДНК. Вот здесь мы видим вот этот вот участок ДНК – это ген теломеразы. А этот пептид, пожалуйста, еще раз включите, этот пептид, вот он, тетропептид. Этот пептид выделен из эпифиза, из четырех аминокислот. Вот этот пептид подходит к ДНК, входит в большую канавку и соединяется по химическим различным связям. Кстати, что и геометрически он тоже совпадает все эти вот расстояния, связи. Вот это модель 3D. То есть это реально, конечно, это называется модель инсилика. То есть это как бы математика, это прогноз. Но, по-видимому, так происходит в живой природе. Очень высоко вероятно. И взаимодействие пептида и вот этого гена дает старт включению активности того или иного гена. А ген контролирует синтез белка. Так устроена жизнь. На данный момент у нас есть проект, над которым мы будем работать в ближайшее время. Мы будем тестировать новые пептиды, синтезированные нами, которые синтезированы по аналогии нашим природным пептидам эндогенным, выделенным из организма человека, из различных органов. Мы будем проверять их эффекты и действия на различные ткани человека и оценивать, как они могут способствовать стимулировать регенерацию внутри, дифференцировку, пролиферацию клеток. И надеемся на то, что получим отличные результаты и это даст нам возможность потом работать соответственно над патентами этих пептидов и запускать их уже в медицину. Пептидные биорегуляторы помогают организму самовосстанавливаться. Многолетний опыт их использования в здравоохранении показал высокую эффективность этого класса веществ по сравнению с другими медикаментозными средствами. Что же касается продления активного возраста человека, то здесь разработки Ховенсона, как говорится, впереди планеты всей. За время существования института его специалистами создано более 40 геропротекторных препаратов, защищенных 180 патентами России, США, Японии и других стран. У нас тоже больше 20 евразийских патентов. Соответственно, это все страны. Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Армения, Азербайджан, Туркменистан. Потом европейский патент. Ну, европейский патент – это все, что входит в Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея. Патент дается на 20 лет. Соответственно, на 20 лет у нас есть приоритет в каком-то направлении. Мы очень много сделали за эти 4 года, Владимир Хацкевич. Очень большой проект, который международный, который состоялся, это создание энциклопедии по геронтологии. Это была инициатива Владимира Хацкевича в Европе. Развитие геронтологии в Европе. Для чего это нужно? Для того, чтобы, как мы всегда говорим, что ученые собираются сами по себе, да, ученые собираются сами по себе и обсуждают свои вопросы. А нужно, чтобы это был обмен опытом, обмен мнениями, обмен данными в очень широком масштабе. И важно очень доводить эти сведения и до политических кругов, потому что демографическое развитие мира в настоящее время идет по пути старения. Оно началось в начале 20 века, и сейчас оно идет очень ускоренными темпами. И это старение преобладает в странах развивающихся или в странах с переходной экономикой, к которым относится и Россия в том числе. Это очень важные моменты, которые нам все время требуется помнить. И важен этот мост, который с большим успехом поддерживает Владимир Хацкевич. Это мост между политикой и наукой. Пептиды Ховенсона, и это доказано научными исследованиями, замедляют старение и увеличивают среднюю продолжительность жизни. Дело в том, что клетка делится примерно 50 раз, а введенный в организм биорегулятор увеличивает число делений до 60-65, существенно увеличивая его жизненный ресурс. Те, кто знает об этом маленьком секрете, предпочитают приезжать к профессору Ховенсону лично. Уровень гостей и пациентов самый разный, от арабских шейхов до известных артистов. Гостями нашего института или пациентами были некоторые из тех людей, которые здесь присутствуют. Вот, например, здесь мы видим премьер-министр Таиланда, Токсин Шиноватра. Он посетил наш институт с предложением институту переехать в Бангкок, где он построил здание для нас. Оно сейчас стоит пустое еще. Построил для нас здание в виде корабля космического. Он очень поддерживал эти исследования по антистарению. Это очень интересно. Ну, вот здесь губернатор Петербурга вручает мне тут награду. В частности, это заслуженный деятель науки Артистской Федерации, подписанного президентом России. Здесь вот мы посещали Объединенные Арабские Эмираты. Это министр энергетики Арабских Эмиратов в Абу-Даби, шейх Саид. Он предложил тоже нашему институту переехать в Абу-Даби. Вот я как раз находился по этому вопросу. Ну, правда, было июнь, плюс 38 в тени. Сами понимаете, жить там невозможно. Но, тем не менее, это предложение такое к нам поступило. Здесь я хочу показать еще, обратите ваше внимание, вот, скажем, на эту фотографию. Вот здесь. Это президент Всемирной Ассоциации геронтологии и гериатрии, профессор Ча из Южной Кореи. Вот они посещали, по моему приглашению, Санкт-Петербург. Это мы находимся в здании законодательного собрания. Ну, парламент Петербурга. Здесь, на этой фотографии, тоже уникальный человек. Это Рэм Иванович Вяхерев, президент Газпрома, который посещал нас и был нашим пациентом. Вот, ну, так скажем, какое-то время. Так сказать. Ну, здесь я хочу показать, вот здесь, например, это президент Босфоргаз. Ну, по сути дела, это дочка Газпрома в Турции. Здесь, вот, так сказать, журец Валенчал Феоров, который поддерживал наше направление. Вице-президент Академии наук и Нобелевский лауреат. Далее, здесь мы видим президента Казахстана. Он посещал наш институт. Вот здесь был, в этом помещении, в этой комнате вот он сидел. Он тоже очень поддерживает эти исследования. Очень дальновидный человек, глубокий. Здесь Нобелевский лауреат из Бельгии. Вот здесь Нобелевские лауреаты Доггерти и Цинкернагель. Вот они мне подписали эту книжку, они написали книгу, и вот мне Владимиру Хавенсону с пожеланиями. Хотел бы я еще очень обратить внимание вот на вот эти несколько фотографий. Вот, так скажем, те, кто деятели культуры. Ну, вот, прежде всего, Леонтьев, Валерий Леонтьев, который посещал наш институт, получал наши препараты. Вот, очень много о себе заботится о здоровье очень правильно. Михаил Задорнов, вот мы видим, да. Игорь Корнелюк, которому мы помогли. У него были немножко проблемы, вот, бронхиты, это были сложности. Космонавт Гречка, которому мы тоже, так сказать, помогали. Казалось бы, что может предложить Россия миру в области науки борьбы со старостью, если даже Нобелевские премии в этой сфере дают американцам? Или, скажем, азиатская нетрадиционная медицина с ее многовековым опытом? Разве она не поможет справиться с возрастом и болезнями? Возможно. Но едут в итоге все равно к Хавенсону. Когда я первый раз приехал сюда, но до лечения, у меня состояние не было очень хорошо. И когда после лечения, когда я вернулся в Китай, у меня хорошее впечатление, и окружающие тоже сказали, что, о, какой хороший, эффективный результат уже у вас, уже получилось. Я думаю, что они не просто являются самыми выдающими российскими исследователями, но и одновременно являются самыми выдающими исследователями во всем мире. И я очень доволен, думаю, что они вообще блестящие фигуры. После своего лечения я чувствовал, что у меня здоровье как раз-то улучшается, и те пациенты, которые я пригласил сюда, у них тоже получились хорошие эффективные результаты. Поэтому, конечно, потом мы хотели бы продвигать данные исследования и данные биорегуляторы в рынке Китая. Мы уже несколько раз обсуждаем перспективу сотрудничества, и тут у нас несколько проектов. Первый проект – это лечение здесь, в России, китайских пациентов, особенно с поражением сетчатки глаза. Потому что лекарства эти у нас зарегистрированы в России и разрешены в России по закону. Поэтому лечение может проходить только в России. Эти лекарства на сегодняшний день в Китае не разрешены. Это первое. То есть это лечение пациентов здесь, в России, в нашем центре «Древо жизни». Это клиника под руководством Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Раз. Второе направление – это поставка наших пептидов в виде биологически активных добавок и косметики в Китай. И реализация там. Это второй проект. Третий проект – это создание научного центра в Китае. Вот этот проект, где будут проводиться исследования совместно российские и китайские ученые, будут изучать механизм действия, эффективность этих пептидов. Вообще Владимиру Ховенсону предлагали уехать из России и поработать на благо иных государств много раз. И свою клинику сулили, и миллионные долларовые зарплаты, и много чего еще. Но каждый раз Ховенсон отвечал отказом по принципиальным соображениям. Я хочу сказать, что я сторонник России по следующим причинам. Во-первых, я здесь научился, достиг определенных целей, и я знаю, как это делать в России. Во-вторых, в России огромное количество талантливых людей. То есть генетика российского народа, она очень высокая, благодаря многонациональности. То есть количество комбинаций и возникновения, появления талантливых людей, как и красивых женщин, это огромное. Поэтому Россия, 148 миллионов населения, позволяет иметь огромный интеллектуальный потенциал. Да, люди уезжают, где-то чего-то, но все равно постоянно возникают новые, новые, новые генерации. Поэтому источник талантливых людей – это Россия. Понимаете? Поэтому и у меня в институте работают только талантливые люди. То есть мне выгодно быть в России, понимаете? Здесь талантливые. У меня сейчас в институте работает, я создал новую лабораторию молекулярного моделирования. Это работают у меня биофизики, девочки в основном, да. Это блестящие талантливые люди, которых в Европе трудно найти. Общаясь с Хобинсоном, я удивляюсь тому, что я видел, что к нему приходят за помощью очень много людей, и очень много людей известных из разных стран. Я помню там члены семьи Назарбаева, я видел людей из Эмиратов, которые приходили к нему. И при мне ему предлагали для него строить клиники, здания, республика в других странах. Но он помогает, конечно, ему, но он остается патриотом. Я могу сказать, что Владимир Хаска характеризует прежде всего бесконечную преданность науке и тому делу, которому он служит. Это человек, который при достижении научной цели ни перед чем не останавливается. В хорошем смысле этого слова. И, конечно, то, что он последние полтора-два десятка лет занимается проблемой пептидов, это, конечно, та тема, которая представляет собой интерес всех. И мы в течение многих лет с ним сотрудничали. Он очень интересный человек. Я думаю, что в будущем его работы и то, что он делал, и то, что он делает, они будут оценены очень высоко. Вот, я думаю, что в плане геронтологии он, наверное, является таким самым крупным специалистом у нас в России, не только в России. Казалось бы, что может быть проще? Принимай пептиды Ховенсона и проживешь до 100 лет. Но профессор сразу предупреждает. Этого недостаточно. Необходим настрой и, как ни странно, определенный уровень культуры пациента. Уровень культуры. Почему в Петербурге самый большой процент людей старшего возраста, 25%? Да, потому что это самый культурный город России. А что уровень культуры? Это правильное питание, физкультура, применение каких-то технологий, своевременные анализы. Это, опять же, уровень, это система жизни, понимаете? А никакой поликлиника, никакая больница за тобой гоняться не будет. К сожалению, или, может быть, это так должны быть, самый главный врач, это сам себе человек врач. Понимаете? Вот, и если человек додумался до этого, вот мы даже видим по нашим пациентам, к нам приходят люди, которые говорят, вот я бы хотел вот то-то, то-то. Вот теми мы и занимаемся. Но мы не выбегаем на улицу и не кричим, идите к нам, мы вас будем сейчас делать молодыми и счастливыми. Не. Все идет от человека, человек в центр мира. Если он дошел, если он понимает это, то, безусловно, ему это будет на пользу. И мы с ними и работаем. Конечно, человек – это та единица, которая должна сама думать и заботиться о своем здоровье. А мы, врачи, мы созданы только для того, чтобы помогать человеку, рассказывать ему, что ему нужно делать, как он должен питаться, какой он должен вести образ жизни. Если человек, например, с утра до вечера начинает неправильно кушать, что это значит? Торты, какое-то огромное количество хлебобулочных изделий. То есть мы говорим о быстрорастворимых углеводах. Какие-то жиры. Это что, зависит от его материальной составляющей? Нет, конечно. Это зависит от его интеллектуальной составляющей. Я вас уверяю, жареные продукты, деликатесы и всякие пирожные, они как раз дороже стоят, чем какие-то фрукты, овощи. Поэтому в данном случае мы, конечно, говорим только о том, что интеллектуальная составляющая – это тот базис или та основа, которая позволяет человеку жить долго и счастливо и не портить своего здоровья. Я специально говорю, что именно забота о своем здоровье, никакой дяди, никакой отети не поможет тебе, если ты не хочешь, если ты будешь курить, если ты будешь употреблять наркотики. Никакие материальные блага тебе не помогут быть молодым, красивым и здоровым. Сохранение здоровья нации – это задача государства. И талантливые российские ученые с их уникальными разработками могут помочь в этом деле, как никто другой. Сегодня институтом, который возглавляет Владимир Ховенсон, создано уже третье поколение препаратов – более десятка пептидных комплексных биорегуляторов. Дальнейшее развитие института направлено на продолжение исследований, связанных с решением проблемы замедления процессов старения и увеличения ресурса жизнедеятельности человека. Сейчас у нас подано для регистрации 7 лекарственных препаратов новейших, которые не имеют аналогов с рубежом. Это даже не импорт замещение, это вообще впервые получено. И мы создали новые направления, в частности, у нас последнее направление – это биоинформатика и молекулярное моделирование. Для этого пришлось привлечь сотрудников, специалистов, которые имеют образование биофизика, химия, биотехнология. То есть просто знаний врачебных и биологических недостаточно. То есть молекулярные исследования сейчас лежат в основе развития медицины. Называется молекулярная медицина, что очень поддерживает главный ученый секретарь Академии Кран Пальцев Михаил Саныч, который является главным редактором журнала «Молекулярная медицина». То есть вот это очень яркое новое направление, которое может привести к созданию нового класса лекарств эффективных и не имеющих побочных эффектов. В этом вся задача. Пептидные препараты, даже сейчас Америка рассматривает, что это наиболее перспективная область для того, чтобы создавать безопасные лекарственные средства. Почему пептиды? Потому что пептиды, они очень активные. Пептиды эндогенные, то есть они родственные нашему организму. Они делают свое дело быстро и потом распадаются на аминокислоты. То есть не вредят нашему организму. А аминокислоты, из аминокислот потом вставляются нужные белки в нашем организме, если нужны эти аминокислоты. Владимир Ховенсон – человек, увлекающийся. И у него, как и у многих, есть хобби. Правда, несколько необычное. Дело в том, что Ховенсон коллекционирует знания. И занимается он этим, пожалуй, всю свою жизнь. Спортом занимался, понимаете. Ну, как спортом? Ну, вначале я был профессиональным спортом, потом я люблю плавание, велосипед. Ну, как говорится, спортивные занятия. А, в общем-то, моим хобби является моя работа. Моя работа, то есть это поиск истины, понимаете. Вот это новейшее научное исследование. Это как бы разгадка природы. Код жизни. То есть мы пытаемся раскрыть код жизни. Это самое интересное, что есть в мире. Другого, все остальное, это менее интересно. Тот, кто занимается поиском истины, в медицине ли или в любом другом деле, должен быть человеком всесторонне образованным. Перефразируя классика, если в жарком бою, пусть и в научном, испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. И Ховенсон такие книги прочел. Первое место занимает это Фауст Гёте. Кстати, вторую часть Фауста Гёте написал в возрасте после 80 лет. Гёте был очень гениальным человеком, абсолютно гениальным человеком. И, конечно, Фауст, это, я считаю, это книга об эволюции. Эволюции разма, мозга, жизни, как хотите. Это книга номер один. Фауст. Далее, например, Джек Лондон, Мартин Иден, прекрасная вещь. Или Синкри Льюис, Эроу Смит, это блестящая вещь. Теодот Драйзер, фенасист Титан Стоик. Это, понимаете, даже Шишков наш российский, это Угрюм Река, блестящий. Это примерно как Драйзер, примерно вот Прохор Громов, примерно вот Фрэнка Упервуд. Однако не литература единой. Поэзия еще одна, если не страсть Ховенсона, то уж нежная любовь, точно. Он наизусть может цитировать бессмертные строки, находя в них все те же гармонию и тернистый путь поиска истины. Им не понять, как детям малым, что счастье не влетает в рот. Я бы философский камень дал им, философа не достает. А вот, например, про мужчину и женщину. Двух, сливая воедино, длит любовь, блаженство миг. Но конечная вершина – единение троих. Ну что тут скажем? Сидины ваши зеркало покажет. Часы – потерю золотых минут. На белую страницу строчка ляжет, и вашу мысль увидит и прочтут. По черточкам морщин, в стекле правдивом, мы все ведем своим утратам счет. А в шорохе часов неторопливом, украдкое время к вечности течет. Запечатлетьте беглыми словами, все, что не в силах память удержать, своих детей, давно забытых вами, когда-нибудь вы встретите опять. Как часто эти найденные строки таят для нас бесценные уроки. Владимир Ховенсон уже давно мог бы почивать на лаврах ведущего российского геронтолога или уехать куда-нибудь за границу и работать на благо иностранной элиты. Но у него свои планы на жизнь – научные, личные, творческие. У Владимира Ховенсона есть девиз – сила единения в свободе выбора. Это работа во имя созидания, во имя идеи, на благо своей страны. Субтитры создавал DimaTorzok